Здравствуйте, друзья мои! С вами Вин Кондишн, Евгений Щётко, Влад Прохоров, не побоюсь этого слова, и Закандров. Гадайте, Александр Хобби Тиран или Родион Бобров, кому как нравится. Сегодня мы порадуем вас анпакингом, но не простым. Мы решили, что просто так вскрывать пачки, конечно, приятно, но нужно получать из этого и пользу. У нас сегодня компенситив, соревновательный анпакинг. Итак, у нас есть дисплей, в нём 36 бустеров. На силиде, на ПТК люди обычно получают по 6 пачков, собирают из них колоды. Что ж, 36 на 6, это получается у нас 6, делим на 2. Каждый из наших бойцов получит возможность собрать 3 набора. Естественно, сначала мы их распакуем. Гладиаторы попытаются из каждого из этих силидных наборов собрать какую-то колоду и выбрать тот, на котором он захочет сразиться с своим оппонентом. Но перед этим, друзья, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Если вам понравится такой формат, обязательно на колокол Влад говорит, надо нажимать, и вы найдёте свой... Вин кондишен. Еее, Влад научился, а щётка всё ещё учится. Вин кондишен. Вскрывайте, давайте, рвите его. Слушай, он прям циминирует. Ты видел, как он? 36 пачков, берите. Отлично, шоу, 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 шоу. Ну и кто его поднимет? А, у нас есть раб для этого. Папапапам. Оп, смотри, первые... Три, первые пять и разные. Я смелю тебя. А я убью тебя. Ээээ. Так, у Влада первая хорошая рарочка. А у меня? А у тебя, парни. Заметьте, что гладиаторы сразу раскладываются по цветам, чтобы ему легче было собирать. Напомним, как играется силят. Соответственно, шесть пачков вы вскрываете. А у меня ещё файлушка есть. И собираете колоду из сорока, ну, может, сорока одной, сорока двух карт. О! О, ну я такого убить могу всё равно. Тогда я землю найду. Это тоже неплохо. Тоже хлеб. А потом смилишь меня, да? А потом смили тебя. Ну, так. Оп. Давайте. У меня уже две чёрных рарочки. Что это значит? Ну, на самом деле, достаточно одной. Вот, просто из-за демона. Демон, как говорит, играй чёрным. Вот я такой, ну, ладно. Играю чёрным. А тут ещё и всадник на коне подъехал. Полуночный. Как ты его оцениваешь? Он хороший? Мне что-то отговаривали его на привилите к ласе. Но я всё-таки положил, а он несколько раз мне помог. Кто? Всадник? А что за всадник? Когда существо умирает, дровы и шкальчики. А, вроде неплохой. Да, я бы сказал, что такой крутой. Турдион Бобров просто советовался не с теми людьми. Или его хотели специально обмануть. Оп, смотри. Ну, вот такой крутой. Это вор твоего рассудка. А у меня есть воевода легиона. Воевода легиона, это неплохо. Оп, смотри, демирский жучок. Пока мой набор выглядит как демиры. Да. Эх, рарочка не демирская. Жаль, жаль, жаль. Мало рарочек. Это не очень демировская карточка. Не очень. Ну что ж, друзья, как вам наши наборы, скажите кратенько, до того, как вы собрали колоды. Четко два мифика вскрыл. Я вскрыл два мифика. Крутых мифика. А у меня трофеи. Ну, в разных цветах. Ну что ж, друзья, не переключайтесь. Сейчас наши игроки продемонстрируют вам, как из наборов правильно, консистентно собирать колоды, которые помогут вам найти свой Ewing Condition. Итак, первые наборы. Евгений, удивите нас. Вы играете боросами? Да. И каковы ваши боросы? Сине-черные. Отличный борос. Хороший борос. Ну, как вы видели в момент вскрытия, рарочки такие, как шепчущая погибель, вор рассудка, полуночный жнец. Как-то мне четко обозначили цвета, которыми я хочу играть. И даже Аурелия не смогла справиться с тем, чтобы сманить меня в бело-красные цвета, потому что кроме Аурелии там ничего особо и нет. У нас не то, чтобы завезли карточек, которые работают от до слежки. То есть есть только демирский жучок, который растет, но нету ни дезинформации черно-синей чарки, ни стеночки синенькой, которая тоже растет, ни, как есть у Влада, доносчики, которые перекачивают хиточки. Поэтому слежку мы будем использовать больше для того, чтобы фильтровать свои тап-деки. В колоду не вошли два ремувала, которые требуют пожертвовать существ. Потому что я просто не хочу жертвовать ни одной из своих существ и меняться два в один ни с чем. То есть у меня нету никаких крыс, которые дискаржат на входе оппонента. Никакого мусора, который можно было бы пожертвовать. Костяная преграда это просто плохое существо и даже слежка на нем не заставит меня положить его в колоду. Такая легла в колоду, у меня должен быть не один жучок, а карта 4 или 5, которая работает от слежки. 2 контур спела за 4. По-моему, это просто плоховатенько. Я положил один контур спел за 3. И то не рад этому. Из сомнительных карт, которые вошли в колоду, это вот краб монеток, дрейк вдохновение. Они просто забивают кру в 4 дропе, краб землю держит, дрейк воздух держит. Ну, сами существа не то чтобы очень качественные. Зато вот ремувала нам завезли прямо от души. По 4 дропе у нас 3 сферы, 2 устранения. Главное не помереть до 4 хода, а потом убьем вообще все что угодно. И у нас есть дешевый ремувал в виде мертвого груза и раны. Стирание мысли условно ремувал, даже одно маленькое АОЕ. Такой колодой в два цвета мы и ограничиваемся. А чем же порадовал набор Влада? Ну, у меня прям существ, которые заставляли бы играть каким-то определенным цветом в сладьах рарочек мификов не было, поэтому я искал их в в рарности поменьше, нашел вот таких вот вкусных, которые в принципе все делают и летают и справиться с ними сложно достаточно, особенно с вот этим парнем. Накидал хорошие карточки в УБ их не хватило, поэтому пришлось добить чуть-чуть сплэшовым цветом. Конечно, хотелось поиграть трофеем, но трофей это единственная зеленая карточка, которой хотелось играть на весь набор, поэтому зеленого не хватило и класть его я не стал, поэтому чуть-чуть красненьких добавил. Выводы воек делают наших крыс не такими плохими, они даже в атаку могут походить и крыс не жалко пожертвовать под нити, то в принципе неплохо тогда складывается вместе. Но если раздать это без крыс, то жертвовать особо некого, конечно. Токенов отсюда? У тебя есть токены генератор условно? Ну, токены обычно разбиваются от блокера. Ну, на ремовал мне тоже не жаловаться. Есть две такие. Две такие, одни из лучших в этом формате. Такой можно спереть что-нибудь, но можно крабомонеток, конечно, но лучше себе вернуть такого, если он случайно умрет. Или сфинкса тоже неплохо. У меня есть дезинформация, сервела не так много, но пару раз ее покрутить можно будет. Презрительные удары не прям крутая контра, но сойдет. за две маны она делает свое дело. Некротическая рана с таким количеством существ не всегда будет работать, но почему бы нет? Зато дешево. Зато дешево. Евгений, по своему опыту из всех тех силедов, которые вы играли, на сколько из пяти вы оцениваете текущий набор? Четыре из пяти. Влад, как вы оцениваете свой набор? На троечку. Отлично. Ну что ж, давайте отложим ваши наборы и приступим к вскрытию следующих. Выбирайте себе по шесть пачков. Следующих. Я вот все шесть аурелей уже отложил. В первый раз я вскрыл шесть несуществующих ребят из Демира и собрал Демиры. Поэтому сейчас я вскрою шесть врасок и соберу Голгари. Ну или нет. А я вскрою шесть аурелей. Тогда придется тебя забанить. Вот, смотри, все четко. В пачке пять верхних карт в разные цвета. А у меня? И у меня, смотри, вот этот поворот. Ну, неплохая рарочка, но можно и лучше. У меня похуже. нападение файловое. Файловое! Люблю файлушечки. А у меня тоже есть файлушечка, но не такая крутая. А у меня... Земелька! Вот. Это похоже на гильдгейт на самом деле. Очень похоже, но это раровая земелька. Паровичок. Ого. сбежавший. Ого, какой крутой анкомон и какой крутой арф. У меня такой же анкомон был в этом паке. Эх, ничем тебя, Влад, не уделить. Ой, великолепный рарой. Охотница за наградами будет моей наградой. Четыре пака и все еще ни одной карты в Демеру. Так, враски, фухол харри. отец. Отец? Отец. Я нашел тебя, отец. Изит, я твой отец. Так, что-то этот набор мне нравится меньше предыдущего. А я пока что не понял. Зато нападение на добычу у меня мульон. Ну, как ионизация. Таджик! Блин, таджик не очень как-то в Голгаре ложится. Что делать? Собери не Голгаре. На первый взгляд тут не такой очевидный набор, как предыдущий. Я вот просто вскрыв его не очень понимаю, что я хочу, но вижу, что вот синих карточек как-то предельно мало и какие-то не очень хорошие. Но было много зеленых командов хороших. У меня есть отец и Дрейк. Они классные. Отец и сын? Ну, почти. Ну, что ж, друзья, давайте посмотрим, что из этих наборов соберут наши бойцы. Не переключайтесь. Начнем в этот раз с Влада. Хвались, что у тебя собралось. Ну, у меня классические изиты, которые летают и любят спылы. Спылы у нас любят вот эти ребятки, летают вот эти ребятки. но у набора есть одна проблемка, нету прям крутых спылов. Есть гипотеза и волна, которыми прям хочется играть, а остальные ну, так себе, поэтому они лежат только чтобы пацанам было хорошо. Но, в принципе, пацаны достаточно крутые, чтобы я мог себе это позволить. Все достаточно просто. Четко и лаконично. Евгений, а что у вас говорили, что у вас не такой хороший набор, как хотелось. Я вижу, ты следуешь своей теории из бачков фразки собирать галгарий. Да, так получается. Вообще, в нашем наборе очень грустно было с рарушечками с какими-либо. У нас земля, у нас синий спеллснапкастер, который ничего не делает, хороший таджик, но все очень грустно с боросами. Получилось, что единственная рарочка из скрытых, которой я играю, это заклинатель зверей. Рарочка хорошая, к ней претензий ноль, а вот ко всей остальной колоде есть некоторые вопросы. Почему я собрал колоду, которой есть вопросы, потому что к остальным вопросов еще больше. Здесь мне приходится во втором дропе играть не очень качественными существами видеть детей ночи. У меня в запасных карточках остался еще один, но я бы не хотел играть ни одним, но больше вторых дропов нет и как-то стрёмненько. В третьем нам надавали много многоножек. Многоножки хорошие, что-то делают. Мне жалко, когда умирают, лицо ломают. В колоде куча огромных вурмов различных. Голгаревские вурмы, которые на входе качают наше существо и сами по себе неплохие статы у них. Это не вурм, но плесень зомби это почти вурм. Мы надеемся поставить его дешевле, чем за 9, обмазаться профитом, вот это все. И осадный вурм в дополнение. Осадных вурмов у меня в наборе есть еще три. Но я считаю, что это худший из моих вариантов больших зеленых мужиков, поэтому сколько влезло, вот в лес один. Зато нам надавали нападение на добычу аж три штуки. Будем биться как львы своими вурмами. Есть неплохой ремовал, и поскольку у меня все-таки очень много существ, большое количество маны, мы играем рампой в виде пути и медальона голгари. Не надеемся особо на созыв, придется иногда кастить за ману. Еще один качественный ремовал, не очень качественный ремовал, но в этом формате я не против играть таким мейном. И раскатчика. Как я уже сказал, не вошли в урмы, еще одно дитя ночи, подраться но за четыре маны, но зачем когда у нас есть за одну и вроде есть с кем драться. Третий дроп, который явно хуже всех наших остальных, ну и ремувальчик, под который нам тоже нечего особо садить в колоде. Как вы оцениваете свои наборы по пятибалльной шкале? Ну этот мне тоже как-то на троечку может три с половиной. Евгений? Мой явно не больше трех, возможно даже два с половиной, потому что эта колода будет без должного везения постоянно испытывать проблемы с кучей больших в руке на старте, дровать всяких вот бесполезных детей ночи в лыте. Ну что ж, у вас есть возможность навскрывать хорошие паки в третьем наборе, а эти пока отложим. Немедленно вскрывайте эти пачки. Как это без лишних слов? Без лишних слов, хватит болтать. Он отжал себе всех имара, а у меня осталась сборная солянка. Влада, часы набора, а у меня время селеснее. Ну, потому что не хочешь Женю свергнуть с поста атамана стаи, поэтому и страдай. Ты достанешь атаманом смотри, сломалась. Ого, нету белой. Да, она запоздала там. Но зато хорошая. А, и смотри, имара в имаре. А у меня вот в урали, а урали не было. Но у меня есть растание в урали. И что меня вполне устраивает. И еще файловая рарочка. Файловая рарочка! Неплохая рарочка, кстати. А у меня снова файловая земелька. Все как я люблю. У меня еще мифик. Ну хватит, хватит, Влад, прекрати, дай мне тоже скрыть мифики. Ты в первом наборе скрыл два. Начинается. Кто старое помянет, оно еще не старое. Тогда я встрою мифик. Ну таких можешь хоть два вскрывать. А вот пойду в атаку, а потом еще в одну атаку и проиграю. И проиграю. Так, и Мара пока единственная селестняя карта. Это мне не очень нравится. И непредсказуемый циклоп. Да, как-то рарочка меня не радует пока. А, еще файлушечка. Больше файлушечки. Расширение и разрыв. Фактор риска. И еще файлушечка. Обложился файлушечками, Влад. Да. Ну, мы до этого мало их скрыли. Вот, дисплей компенсирует. Два кровавых агента. И еще файлушечка. А у меня тролль из склепа. монобаза намекает, что надо играть селезнью. Так, последние наборы вскрыты. И как, вы довольны ими? Неааа. Пока непонятно. Вроде да. Ну, тогда давайте собирайте и удивите друг друга мощью своих наборов. Третьи наборы собраны. Влад, расскажи, что у собралось? У меня собралась селезня, в которую вмешалась враска и творит свои дела. Достаточно базово. У нас есть дешевые мужики и дешевые несколько мужиков и пацаны с конволком, которые за счет этих дешевых мужиков ставятся очень рано. Ремувал не очень много, но в такой колоде это не проблема. Мы вширь быстро растем. Можно и забегать. Ну, и такую положили, потому что всяких писечек от такой не жалко даже разменять по касте в такую. Трастани подкачает наших маленьких мужичков и они будут большими. Ставь мужичков ходи в атаку. Этот набор мне понравился. Женя, а как же твой набор, который тебе не очень понравился? Да он и после сбора не стал мне нравиться больше, но я как и обещал из бустеров с Эмарой собрался лезть с нее. Пришлось немножко конечно черных карт докинуть для красоты. Здесь просто все вялое. Просто все. Вторые дропы какие-то вялое, ну кроме Эмары. В третьем дропе как капи приходится играть, хотя существо не очень качественное, но вопрос других нет. В четвертом дропе приходится ледевскими стражницами и циротоком 4-3, которые мне в вакууме тоже не нравятся. Единственное, что у нас есть, это довольно-таки качественный ремовал трибунал, статуя, двое ус света, пару прокачек на наших плохих существ. Мы опять же играем медальоном, пораньше поставить пятый или выше дроп в надежде запороть один праведный удар до кучи, там второй я не стал класть, потому что ремовальчик слабенький сам по себе. У меня в наборе еще куча четвертых дроп, которых и так достаточно, но это еще один цироток и флайры, которые не могут никого накачать. И единорог, но под него не так уж много существ. Какая-то селестия, которая не растет вширь. Черный ремовал, но с ББ кастом, который просто двойной цвет не сплэшится. Есть такие правила. А все остальные карты довольно-таки вяленькие. Поэтому колода лучшее, что можно было собрать из этого набора, но все равно хорошей она не является. Оцените свои наборы в оптимальной шкале. Влад? Ну, этот на четверочку. То есть чуть-чуть не хватает для прям крутого. Евгений? Этот набор худший из трех, я поставлю ему два. Какие же наборы вы выберете для сражения? Ну, соответственно, оценкам я возьму свой первый набор, который мне понравился больше всего. Ну, а я этим поиграю. Ну, что ж, друзья, не переключайтесь, мы и распаковали, и подэкбилдили, а теперь еще и поиграем в видео максимально жирное. Если вы не поставили лайк, самое время его поставить. Если вы писали комментарий, пишите второй. Пишите, как бы вы собирали эти наборы, может быть, наши игроки очень-не-очень, и нужно собирать по-другому. Ну, что ж, не переключайтесь, сейчас будет лютый замес. «Открытый замес» «Открытый замес» «Открытый замес» «Открытыйный замес».